Можем поговорить о том, что реально можно сделать в сегодняшней ситуации. Когда мы, скажем так, дожили до того, где мы есть, когда мы тушили хорошо, сгорело все, можно поговорить о том, что можно сделать на самом деле. У тебя тут было несколько эфиров, Закревским, Супенко. Можно, конечно, гнать, запасаться самогоном, что вы еще там предлагали. Спиртовые камины. Но если говорить серьезно, то вся страна должна начать участвовать в процессе спасения себя. Что мы можем сказать? Мероприятие номер один. Самое быстрое. Потому что оно не техническое. Оно организационное. У нас есть западный интерфейс. То есть, есть совокупность электрических магистральных сетей в интерфейсе Украина, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. В советское время пропускная способность интерфейса была 6000 мегаватт. В советское время. Частично он уменьшился по объективным причинам. Например, нет уже линии Южно-Украинской АЭС и Савча. Например, 750 кВт. Он уменьшился. Также есть объективные причины, связанные с тем, что на той стороне, то есть у наших соседей в сопредельных энергосистемах, поменялась топология сети. Там появились где-то генерации и есть так называемые сетевые ограничения с той стороны. Есть объективные факторы. Но на сегодняшний день наше сечение согласовано на уровне 1700 мегаватт. Трипольская АЭС. 1700 мегаватт. На прошлой неделе было немножко холоднее. Мы там выбирали некоторые вечера полторы тысячи из них. То есть мы на сегодняшний день упираемся в 1700 мегаватт. Это так называемое разрешенное интерфейс. Это величина политическая, это величина не техническая. А техническая величина, она больше. Технически гарантированная величина, она где-то 2500. Что такое технически гарантированная величина? Это означает, что если украинский и сопредельный системный оператор сыграли тендер на доступ к сечению, и пришел какой-нибудь трейдер, который закупил там электроэнергию и гонит ее на импорт, то они обязаны ему это, если проданное сечение, они обязаны обеспечить. И даже если в этом сечении происходит какое-то там авиальное отключение линий, оставшиеся линии в сети должны обеспечить, ну должен выполняться критерий на минус один так называемый. Это где-то 2500 мегаватт. А вот если говорить не про гарантированное сечение, а у нас это ни хрена не рынок, у нас это выживание, то вообще говоря он больше. Моя оценка – 3500 до 4000. И надо не в Киеве сидеть и рассказывать, что на месте министра мы потеряли 7000 мегаватт, и зима будет холодная. А надо пиздовать вот туда в Брюссель и договариваться политически об изменении и увеличении этого интерфейса. Это первое самое быстрое мероприятие. Раз. Второе. Есть разные виды потребителей, которые частично могут самообеспечиться. Самые простые решения и самые быстрые, реализуемые за полгода – это солнечная история. Это какая-то солнечная электростанция с умной батарейкой. Когда на прошлой неделе мне, условно, позвонила половина Кончезаспа, которая ехала на работу в Киев, наблюдала горящую Трипольскую ОТС, и у меня пошли заказы на установку таких автономных систем. Условно. Есть богатое домохозяйство, которое будет решать лично свой вопрос. Его можно решать по-разному. Его можно решать дизель-генератором. Но просто при существующей цене дизельного топлива у тебя стоимость этого киловатт-часа на дизель-генераторе будет, например, 16-20 гривен. А на умной солнечной электростанции, если все пересчитать корректно и так далее, будет в разы дешевле. Все. Второе. Мы видим волна среднего и крупного бизнеса, которая пошла. Это уже промышленные объекты. Все супермаркеты наши, все линии АТБ, Новос, Эпицентр и так далее, все делают крышные решения. Складские помещения. Там, где есть площадь крыш, комбинация солнца и умные батарейки – это рабочая история. А вновь батарейки хватит, чтобы, условно, ночь перетягивать? В зимние месяцы в этот не хватит. Как правило, не хватит. Это же соотношение двух факторов. Какая у тебя нагрузка и какая у тебя площадь крыши. Тебе нужно понимать, установленную мощность станции. Делаем поправку на то, что инсоляция в зимние, условно, в январе в 7 раз ниже, чем в июле. Соответственно, объемы выработки по году неравномерные. Они падают зимой. То есть, это не стопроцентная панацея, это частичная панацея. Но когда у тебя есть солнечная электростанция, батарейка, но и то, и другое работает синхронно с энергосистемой, то есть, имеет доступ к сети. И даже если у нас начались графики отключения, и тебе на 4 часа дают электроэнергию, а потом на 4, да, конечно, то комбинация этих трех факторов, когда у тебя есть возможность соснуть дополнительно из системы в то время, когда у тебя есть электричество, они уже обеспечивают твой периметр и в принципе у тебя все хорошо. Значит, но это тоже частичное решение. Они будут такие… Газовые, то есть… Кластерные, да. Значит, единственное решение, которое можно успеть в значительной степени реализовать, это децентрализованная газовая генерация, в основном газопоршневая, контейнерного типа. Откроем маленький секрет. В мире огромное количество вот таких вот электростанций контейнерного типа, которые используются для совершенно разных как бы целей. Их они… Ну, то есть, условно, фура приехала, выгрузила стандартный 40-футовый контейнер, без фундаментов, без нихрена. Значит, тебе нужно с одной стороны его подключить к газовой трубе, соответствующего как бы класса давления, да. С другой стороны, кинуть шнурки на… ну, подключить к электрической сети. При правильной организации за полгода их можно навести тысячи мегаватт. Тысячи? Тысячи мегаватт. Только, опять же, это совершенно иной уровень организации. Причем это можно сделать на верхнем уровне централизованно. Это должен быть министр энергетики военного времени с чрезвычайными полномочиями, потому что тебе, по ходу, нужно решить несколько задач. Самая главная задача – это, если даже ты эту установку берешь в аренду, это страхование. Потому что любая компания, балансодержатель этой истории, понимает Украина, понимает боевые действия, значит, ей нужно будет 100% покрытие стоимости этой железяки, значит, если она в Украину, например, на год сдает его в аренду. Логично? Логично. Тебе нужен финансовый механизм вот этот. Это может быть уполномоченный государственный банк. Это может быть в виде формы какой-то банковской гарантии, которая по свифту выдается банку-контролагенту с той стороны. Это может быть иной финансовый механизм. Но его можно построить быстро. И организовать это можно быстро. И начинать надо сейчас. И начинать надо сейчас. Совершенно верно. Теперь встает вопрос. А кто же будет компаниями-операторами? Ну, предположим, государство, лице министерства, какой-то уполномоченной структуры технически, которая там логистикой занимается, и уполномоченной структурой финансовой. Ну, мы же умеем клепать постановок админа, когда хотим. Комплексный, с замыслом, с масштабом. Правильно? Это же можно сделать сейчас. Значит, кто может быть компаниями-операторами в этих уже установках? У нас разбомбленная Харьковская ТЭЦ-5. У нас разбомбленная Зменская ТЭЦ. В ноль. Значит, у нас разбомбленная Трипольская ТЭЦ. В ноль. Значит, у нас есть ДТЭКО ТЭЦы, которые кто в ноль, кто не в ноль. Не совсем в ноль. У этих компаний достаточно квалифицированного персонала, которые могут это сделать. Вот эти вот гибкие мобильные решения. Потому что у тебя на всех площадках есть подведенный газ. И на всех площадках у тебя есть нижний класс напряжения RU, на которых там работали кабублоки. Это не сложное устройство. Даже если там какое-то несовпадение классов напряжения, это не сложное устройство. Западное можно посетить. Значит, можно западное. Можно как угодно. То есть, просто этим нужно заниматься. И еще раз, я настаиваю, что при правильной организации за ближайшие полгода эту историю можно масштабировать, построить и можно несколько тысяч мегаватт газовой маневренной генерации, газопрошневых в основном, контейнерного типа в Украину завести, расставить и подключить. На границе, вот спрашивали, имеет смысл поставить? Допустим, в Польше, я не знаю. Нет, нет. Смотри. Я во втором блоке нашего сегодняшнего интервью рассказывал, как они строят мосты, дороги и все остальное без разрешительных документов, когда уже все построено, а нет ни одной бумажки. Значит, они сейчас это регализует постановой Кабмина, централизованно узаканивают задним числом. То есть, когда надо, мы умеем строить без проекта. Ты думаешь, если притарабанить 10 таких контейнеров на Харьковскую ТЭЦ, 5, местный персонал не разберется, как их подключить? Все очень быстро сделают. Но проект потом нарисуем. А может и не надо. Нам нужны чрезвычайные меры. У нас нет времени. Продолжение следует...